Друзья, всем огромный привет и в сегодняшнем видео у нас с вами будет обзор на прародительницу идеальнейших теней, на самые лучшие текстуры теней. Да-да-да, именно, вы не ослышались, это идеальнейшие тени от идеальнейшего производителя под названием Наташа Денона. Но она в свое время взорвала YouTube и вообще все бьюти-сообщество, когда выпустила свои тени. Почему, собственно, тени очень хорошего качества, тени для профессиональной работы, также для просто каких-то личных макияжей. И, что самое интересное, у нее потрясающие текстуры, у нее сочетание цветов просто какие-то нереальные, очень красивые растяжки. И, что самое главное, ее тени очень хорошо носятся, они идеально растушевываются друг с другом. Они выглядят очень красиво на веках, то есть они выглядят дорого и вы просто будете получать кучу комплиментов, когда будете делать макияж именно этими тенями. У меня в наличии есть одна из палеток. Ее это мини-палетка. Вообще, изначально выпускались тени в больших, огромных палетках. И одной из самых нашумевших это была палетка Gold от Наташи Денона. Я сейчас вам покажу ее на экране. Это очень красивые оттенки. Она считается до сих пор самой качественной палеткой, которая входила у данного бренда в принципе. Потому что эти цвета необычные. У нее, она славится именно дуахром, цветами переливающимися в разные. И там из голубого в розовый, из розового в фиолетовый, из золотого в розовый, в красный, в разные в общем. И ее палетки достаточно дорогие. То есть, вот эти вот большие палетки, например, такие как Gold, они стоят в районе 10 тысяч рублей, что очень дорого для теней. Но у нее есть также еще палетки пятерки. Это скорее для профессионального использования. Они не менее качественные. И есть мини-палетки. Я приобрела себе одну из мини-палеток. Это палетка Mini Gold. Почему Mini Gold? У нее есть много различных палеток. У нее есть Mini Glam, есть Mini Retro и есть Mini Zenda и какие-то еще. Сейчас недавно вышла Mini Love. И вот Mini Gold это версия маленькая, как вы успели догадаться, для большой палетки Gold. Большая палетка. Очень красиво. Я подумала, что столько золотых и зеленых цветов мне как-то не особо нужно иметь у себя. Но я бы не отказалась от мини-версии. Что классно, что на эту версию мини было очень много положительных обзоров. А я вообще любитель зеленых теней. Я люблю зеленую гамму. Как можно заметить, на мне сегодня не случайно надеты такие зеленые украшения. Чтобы именно поддержать гамму этой палетки. И давайте уже наконец-то на нее посмотрим. Для начала я вам покажу коробочку, в которой данная палетка была. Она такая маленькая. Вы видите, здесь 5 цветов всего. И тени сделаны в Италии. Кстати, что круто. Потому что, например, Huda Beauty свои маленькие палетки делает в Китае, а большие в Италии. А Наташа Денона делает и большие, и маленькие палетки в Италии. Что я считаю плюсом, естественно, к бренду в целом. И это забота о своих покупателях. Также. То есть у нее и большие, и маленькие палетки сделаны в Италии. Вот так вот выглядит сама палетка. Что касается дизайна. Вот давайте посмотрим поближе. Здесь у нас 5 оттенков. Сзади, видите, очень все блестит. Написаны названия самих оттенков. И открывается она вот так. Здесь нет никакого зеркала. Здесь просто надпись Наташа Денона на прозрачной пластиковой крышке. И вот эти вот сами оттеночки теней. Вот так вот выглядит. Что до дизайна. Мне не нравится абсолютно. Я объясню почему. Мне кажется, что эта палетка... У меня когда-то были тени от Catrice. И они были в точно такой же упаковке. И мне эта палетка напоминает какой-то масс-маркет. Например, тени от того же Том Форд, Марк Джейкобс, Кевина Кван и других производителей. Они делаются в красивых таких пластиковых упаковках. У них обязательно есть зеркало. У них верхняя вот эта крышка непрозрачная. А здесь она прозрачная. Смотрится все это довольно-таки дешево, на мой взгляд. Это, конечно, ну... Это не хлипкая, знаете, такая упаковка теней Essence Catrice. Которая и NYX там и все такое прочее. Которая разваливается буквально, не знаю, на второй месяц использования. Нет. Здесь действительно качественный пластик. И я думаю, что все это не развалится в ближайшее время. Но мне не нравится. Я считаю, что тени сегмента класса люкс, а именно так себя позиционирует этот бренд. У них упаковка должна соответствовать, а не напоминать что-то такое максимально дешевое. И... Ну, в общем, по-дурацки она выглядит. Мне не нравится. Что до самих теней. Сейчас мы с вами посмотрим свотчи. Гамма очень интересная. Здесь есть два матовых оттенка. И остальные шиммеры. Кажется, здесь, по-моему, есть дуахром. Вот это вот золото, которое в серединке, его очень многие хвалят. Потому что именно такого золотого цвета нигде не найдешь. Кстати, маленькая палетка, она не повторяет оттенки в большой палетке gold. То есть, те, кто, например, хотели купить и маленькую, и большую, но думают, что оттенки могут повторяться. Нет, они абсолютно все разные. И вот это золото, оно очень красивое. Вот этот третий оттеночек, вы знаете, он такой прямо лимонный. Он абсолютно не рыжий, не оранжевый какой-то, не бронзовый, а именно вот такой вот золотой. Давайте сейчас с вами посмотрим свотчики этой палетки. Начну я, наверное, с двух матовых, и потом мы посмотрим шиммеры. Вот этот вот первый матовый, вот так вот набирается на пальчик, суховат немножко. И они все в такой оливковой, ну, зеленой гамме, и у оттенка достаточно явно виден оливковый подтон. О, матовый хороший. Я с такими матовыми давно уже не сталкивалась, честно говоря, такого качества. Вот этот вот оливковый. Они сухие, немножко пылят. Вау, посмотрите, какой красивый цвет. И он очень пигментированный. Посмотрите, как он классно переносится. Это действительно круто. Вот это вам не худо. От худые, вот палеточки ее маленькие. У меня есть обзор, кстати, на маленькую палеточку от худых на 9 оттенков. Можете зайти посмотреть, я под видео ссылочку обязательно оставлю. Матовые в ее палетке были не настолько шикарны, как здесь. Здесь прямо круто, прямо действительно красиво. Давайте теперь с вами посвочим вот этот темный оттенок. Он по-другому уже набирается, немножечко помягче. Вот сейчас на пальце попробую показать. Видите, он такой очень темный. Он подойдет для затемнения. И он не черный, а какой-то такой, не знаю, баклажановый что ли такой. Ну, не сильно у него красный потон, но цвет красивый. Мне нравится, что он не черный, не серый и не коричневый. А что-то вот среднее, мне кажется, между. И вы знаете, я бы не сказала, что он сильно какой-то блескучий, блестящий. Он довольно-таки нейтральный. И мне кажется, при растушевке вот эта вся его сатиновость, она пропадет. Дальше давайте посмотрим золото. Золото мне очень интересно посмотреть. О, он очень кремовый. Посмотрите, как набрался на палец. Сверкает нереально. Очень красиво. Перенесем сейчас на руку. Ну, что-то как-то мне пигментации не хватило. Сейчас поднослою чуть-чуть. Не, он, конечно, красивый. Сияющий такой. Но я бы не сказала, что я сильно впечатлилась от этого сводча. Последний оттеночек, это у нас вот этот самый верхний и этот дуахром. Я наберу его сейчас на большой палец. Он жирный по своей консистенции. Видите, он красивый, зеленый. Я такие люблю оттенки. Сейчас посмотрим, как он будет дуахромить. Сейчас я его перенесу на руку. Из коричневого в зеленый скорее получается такой дуахром. Ну, я ожидала, честно говоря, от него несколько большего, чем сейчас я вижу на камере. Мне очень понравились матовые, как матовые переносятся. А шиммеры, я, честно говоря, ну, не особо-то я впечатлилась. Не знаю, может быть, дело во мне, что я люблю качественный матовый больше. В общем, такая вот растяжка получилась цветов. На самом деле, само сочетание оттенков мне нравится в этой палетке. И мне нравится, что здесь, откровенно, зеленым является только один. Это вот этот матовый, но он такой, знаете, даже не зеленый, а такой цвет хаки, наверное. Не очень самостоятельная, потому что в ней нет ни одного светлого оттенка. То есть здесь все оттенки темные. Есть оттенок для затемнения, что является плюсом. Но нет абсолютно никаких светлых оттенков. Ну, давайте с вами попробуем. Я, как всегда, постараюсь использовать максимальное количество оттенков в макияже с этой палеткой. Посмотрим, что у нас с вами получится. С вами приступим к макияжу на все веко. Я хочу нанести вот этот самый, скажем так, светлый оттенок из этой палетки. Я буду делать это большой мохнатой кистью из пони. Ворс пони. И нанесу просто как выравнивающий, скажем так, цвет. Он на самом деле имеет некоторый оттенок, но я его буду просто использовать как выравнивание века. Ну, ложится... Ну, знаете, может быть, это он все-таки цвет больше для складки подойдет. Потому что ложится он немножко пятнами. По качеству на сводча мне он понравился больше. Видите, он немножечко пятнит. Сейчас я нанесла уже на оба глаза этот оттенок. И проблема иногда может быть с тенями от Наташи Денона в том, что они довольно сложно растушевываются. Именно ее матовые тени. Они очень сильно пигментированы. Они сразу дают свет веку. Но чтобы вот потушевать их и не наставить пятен, это нужно еще иметь сноровку, скажем так. Давайте сейчас вот этот оттенок, который у нас самый оливковый, попробуем нанести в складку. Я буду делать это пушистой кистью. При набирании на кисть тени, кстати, довольно сильно пылят в палетке. И сейчас я попробую в складочку нанести оттенок. Ну, кстати, вот в складку это все дело ложится лучше, чем на века. Либо просто оттенок вот этот более удачный. И перемешивается он также вот с этим первым коричневым хорошо. Они хорошо втушевываются друг в друга, как можно заметить. Но вот первый оттенок, он довольно сложно на века наносился, именно подвижно. То есть мне было довольно сложно его растушевать. И какими-то пятнами он лег. Как видно, сейчас нанесла уже на оба глаза. И тени достаточно хорошо растушевываются в кожу. Что мне понравилось, именно перехода особого не видно. И выглядит это довольно-таки красиво. Теперь я хочу самым темным оттеночком, это вот этим вот, сделать затемнение внешнего уголка глаза. Я буду делать это кистью-карандаш из ворса, из натурального ворса козы. Итак, будем наносить прямо на самый уголочек глаза, для того, чтобы углубить взгляд. Ну, оттенок довольно нормально наносится. На самом деле он, из-за того, что он не матовый, а непосредственно какой-то сатиново-шиммерный, то в данном случае он наносится и тушуется довольно-таки неплохо. Мне даже очень нравится. И он по оттенку очень удачный. Опять-таки, подбор оттенков здесь, конечно, потрясающий. Я хочу самый вот этот красивый оттенок палетки зеленый, дуахром, нанести на все подвижное веко, потому что я хочу получить зеленый макияж в итоге, а не золотой. И самый вот красивый золотой, да, у нас цвет, нанести уже по нижнему веку, вот здесь вот. Итак, давайте вот плоской кистью синтетической я наберу дуахром. Так, на синтетическую кисть я бы не сказала, что он прям очень хорошо набирается, но сейчас попробуем на центр века его передать. Ну, в принципе, да, он передается. И он имеет красивый дуахромный перелив. На самом деле, я бы не сказала, что на глазу это очень сильно заметно. Скорее он смотрится каким-то более таким зеленым. Вот так вот это все и выглядит. Нанесла уже зеленый оттенок на оба века. Выглядит он довольно-таки красиво, и он красиво переливается, что мне очень нравится. У него в составе есть различные такие блестки, и они все в зеленом оттенке. Выглядит очень красиво, и особенно подчеркивает, мне кажется, зеленый цвет глаз. Сейчас я попробую золотой нанести, уже вот, ну, самый центральный, да, золотой нанести по нижнему веку. Я буду делать это бочонком. Набирается он довольно-таки неплохо, как можно заметить, но я боюсь, что он будет сильно сыпаться. Давайте посмотрим, как он будет себя вести при нанесении. Ну, может быть, надо было взять кисть потоньше, немножко он нанесся, скажем так, слишком толстенько. Я думала, что будет чуть-чуть поменьше. Ну, ладно. И мы его сейчас еще добавим во внутренний уголок глаза также. Но, кстати, стоит отметить, что блестки дальше никуда не рассыпаются, то есть я их наношу, вот в то место, куда я их наношу, они, собственно, там и остаются. Потому что многие тени грешат тем, что когда вы наносите их в какое-то определенное место, они у вас потом просто по всему лицу, эти блестки. Это те же самые тени от Pet Magrat, например, Special Shades ее. И также некоторые тени от Анастасии Беверли Хиллс и с палеток Амрези и тому подобных. Кстати, вот я набираю, видите, вот этот оттенок золотой. И можно заметить, насколько сильно он крошится в рефиле. То есть он такой прямо мягкий и сильно довольно-таки крошится. Сейчас попробую во внутренний уголок нанести, подсветить. Вот, кстати, во внутреннем уголке, если его так втушевать прямо, он очень красиво, мне кажется, смотрится. Лучше, чем на вот нижней линии века. Такой макияж глаз у нас с вами получился. Я уже нанесла тушь. И, вы знаете, вот этот золотой очень даже красиво сияет. Мне очень нравится. Он действительно очень яркий. И является такой изюминкой, скажем так, этого макияжа. Давайте с вами попробуем резюмировать все, что у нас с вами сегодня происходило. Как мы тестировали палетку. Значит, что мне не понравилось. Мне не понравился вот этот самый светлый оттенок. Как он наносится полностью на все века. Возможно, в складке он будет выглядеть лучше. Но вот на всем веке он у меня нанесся пятнами. И растушевать его было очень сложно. Для затемнения оттенок хороший. Золото очень красивое. Оно действительно красивого такого приятного золотого оттенка. И оно красиво сверкает. Оно такое очень яркое. И для праздничного, например, макияжа очень подойдет. Мне понравился вот этот матовый в складке. Он красиво растушевался. И что самое интересное, он выглядит очень красиво. Вот на моем типе внешности, мне кажется. Но я вообще люблю зеленые макияжи. Собственно, поэтому я и купила эту палетку в зеленых оттенках. Потому что я фанат зеленых теней. И что касается дуахрома. Вот дуахром, я бы не сказала, что он прям сильный какой-то очень очевидный дуахром. Он такой довольно дорогой эффект имеет. Он мелко дисперсный, скажем так. И сам оттенок, да, мне нравится. Выглядит он красиво. Этой палеткой можно, конечно, сделать только зеленый макияж. Ей, мне кажется, другого оттенка нельзя будет сделать. То есть, это только исключительно для любителей зеленых теней подойдет. Но в целом, в целом, по качеству мне она понравилась. Кроме, повторюсь, вот этого цвета я немножечко не поняла. Может быть, я его как-то неправильно и не той кистью наносила. Посмотрим, конечно, в дальнейшем, как это все будет работать. Но вот так вот, на первый взгляд. Сама палетка мне нравится. Мне нравится концепция бренда, что можно покупать мини вот такие версии и не тратиться на большие палетки, чтобы попробовать именно качество этих теней. На сегодня у нас с вами все. Всем огромное спасибо за просмотр. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Может быть, у вас есть или были тени от Наташи Деноны, и вы могли бы посоветовать какие-то ее палетки. И также пишите вообще любые комментарии по этому поводу. Обязательно делитесь в соцсетях этим видео и ставьте лайки ему. Всем огромное спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok